Всем доброе утро! Сейчас уже без 10.08. Мы ждем нашу няню, потому что Богданчик у нас заболел. Няня у нас с 8. Но Богдан уже выздоравливает. Сегодня, может быть, выйдем на улицу. Кстати, на улице у нас похолодало. Такая вот пасмурная погода прохладная. Я даже не в сугубо летней одежде, а в платье таком потеплее. И вот подготовила два... В этом платье я... Подготовила, кстати, два пакета. Ой, я все продолжаю разбирать хлам из дома. И я никак не могу понять, откуда он у меня берется. Не знаю, наверное, у меня вот раз дома столько хлама, то в голове то же самое, мне так кажется. Поэтому я пытаюсь от него избавиться. Кататись на балконе на велосипеде? Не, не придумаю потом. Так вот, вот этот вот пакет тут вещей. Подготовила эта няня заберет. Она раньше работала в... Как он там называется? Ну, в общем, дом для умственно... Как детский дом, только это дом для умственно отсталых детей. Вот, и она забирает вещи. Она уже на пенсии, но она им относит туда вот это вот ей. А вот это я выброшу. Там какой-то вообще какие-то уже непотребные вещи. Там какое-то еще белье. В общем, я вынесу на улицу, на мусорник. Два кулька вот выкину. Не знаю, у меня шкаф станет посвободнее. Я уже пришла домой. Богдан тоже вот решил снимать влог. На улицу сегодня, наверное, выходить не будем. У нас немножко похолодало по сравнению с предыдущими днями. И ветер. А Богдан еще не совсем здоров. Хотя ему все равно уже лучше. Дальше. Я купила тут продуктов по мелочи. Не буду сегодня вам рассказывать о ценах, а то я уже больше становлюсь похожей на зануду. Вот. Купила в фуршете чая такого черного крупнолистового. Это я Богдану глаза промываю. Если у него там они как-то немножко закисают или что-то в этом роде. Это народная марка какая-то из серии эконом-марка. Далее я подумала, что я на ночь от зеленого чая плохо засыпаю. Я решила вот купить вот такой вот карпатский зеленый, карпатский чай, лесные ягоды. Там нету чая. Просто там всякие. Сейчас я посмотрю, кстати, состав. Яну, либо и люстки, на-на-на, бузыны. Нет, нету здесь чая. Только всякие ягоды и все тому подобное. Вот. Четверть украинского. Купила и паштет вот такой вот печеночный. И полкило клубники. Будем с Богданом есть. И масло сливочное, ягодинское. Купила 78%. Говорят, что самое лучшее, это самое жирное масло. Но я купила вот предпоследнее по жирности, которое там было. Сейчас вот варю яйца. Богдану дам одно перепелиное. А и три перепелиных себе в салат из рукколы буду делать. Вот. Так что, ладно, буду уже раскладывать эти покупки, потому что Богдан сейчас все тут разгребет. Богдан уже съел яйцо. Сейчас пьет йогурт. Он какие усы себе напил, да, Богдан? Да. Сейчас перекушу вот таким вот летним салатом. Здесь пучок рукколы, укроп, маслины черные без косточек и три перепелиных яйца. Перепелиных языка. Яйца. И заправлено это все подсолнечным маслом и с солью. Я вообще не знаю, любите ли вы такое. Я решила даже в вареном... Ботанечка, начивай, будь ласка, боишься, не мою виду. Я решила даже не снимать в сваренном виде, потому что может выглядеть слегка неэстетично. Но я очень люблю варить вот такие вот куриные лапы, просто варить их, а потом есть. И, кстати, я не знаю, как по мне, я просто очень люблю хрящи, вот всякие, такой вот, ну, из курицы, да. Богдан, если ты будешь меня заважать, я просто перестану снимать. Так вот, и это, кроме того, очень полезно, хотя можно, конечно, и без этого пережить, но выжить. Но это вообще очень полезно для суставов и для межпозвоночных всяких прослоек, вот всякое такое. Я просто заливаю водой, добавляю туда этот лук и морковку, перец и лавровый лист. И оно себе варится, два часа варится, и потом я съедаю, ем эти куриные лапы. Очень вкусно, как по мне. У Богдана какая-то сыпь такая высыпала вот на шее. Богданчик, повернись, я покажу. Вот, вот сыпь немножко здесь на шее сильнее, потом так на спинку спускается. Потом, подивись на меня, Богдан. Потом тут как-то, и я не могу понять, то ли это потнится, потому что было очень жарко. Богдан, рот закрой, потому что было очень жарко, и у него была высокая температура. То ли у нас розеола детская, или чего похлеще краснуха. Хотя вроде от краснухи делают прививки. В общем, если завтра, я сегодня вот его раздела, тальком там посыплю, бипонтеном помазала, точнее, хипидермом помазала. Рот закрывай. Если не будет проходить, наверное, надо вызывать врача, потому что я не знаю, нисколько розеола заразна там после болезни. Тем более, если это краснуха, а то нам делать операцию, как-то неохота лечь в больницу и всех заразить там. В общем, вот такая вот штука. Богданчик, я с этого намагаю изнятый. В общем, вот такая вот штука. Даже не знаю, что это. Но по телу остальному нет. Перебрала клубнику, которую сегодня купила. Уже отходит клубника. Это вот поотбирала более... Бодя! Эту клубнику поотбирала. Она еще более-менее пригодна для еды. Остальную вон там компот поставила варить. Там слева и клубника. Вот. А эту буду в кашу добавлять Богдану и кушать будем. Мы сейчас будем ужинать. Сейчас Богдана отведу помыть руки. И здесь приготовила такой экспресс-быстрый ужин. Я надеюсь, его Богдан будет есть. Ну, сейчас и посмотрим. Здесь вареная картошка. Богдан, подчекай. Я сейчас пройду с тобой руки. Здесь вареная картошка с укропом, с заправленным сливочным маслом. Здесь брынза и овощи. И я надеюсь, что Богдан это будет есть. Если он не будет есть, то... Это личные проблемы Богдана. Он просто себя плохо ведет. Вот. И себе сделала вот салат тоже такой на вечер. Тоже сейчас туда добавлю брынзу и буду есть. А с Богданом мы сейчас идем мыть руки. Богдан все же решил, что у него нет личных проблем. И лучше съесть эту тарелку еды. Вот. Я тоже сейчас буду есть салат. И смотрю, там среда обитания. Доел Богдан свой ужин. Я тоже доела свой салат. Богдан ест клубнику. Сейчас буду уже готовить собирать Богдана ко сну. Вот. Но еще рано. Еще, в принципе, только с полвосьмого. Так. Там надо поубирать. Там он салат готовил и все такое. Сегодня хватило. У меня сил только повытирать везде пыль. Вот. В общем, повытирала пыль. Повытирала пыль. Больше меня не хватает сегодня ни на что. Вот. Сейчас Богдана положу спать. Поставлю кашу в мультиварке вариться ему на завтра. И буду есть... Ням-ням-ням. Свои куриные... Куриные лапы. А Богдан... Богдан говорит маму... Мама... Ну, на украинском говорит... Мама, ця лапа десь ходила. Он говорит... Эта лапа где-то ходила. А, куда-то ходила. Он говорит... Мама, эта лапа куда-то ходила. Я говорю... Да, ходила. Вот. В общем, буду есть лапы. Но я вам не буду их показывать. А я пока не сходила. Да, лапа куда-то ходила. Я вам не буду их показывать, потому что у меня есть девочки, которые знают, что я ем лапы. Они мне говорят, а не показывай лапы на YouTube. Потому что ты попадешь в какой-нибудь бьюти-нах или куда-нибудь. Вот. Ну, вообще... Ну, мало ли, ну, я же холодец там, да? Почему я не могу поесть лапы? Богдан, доедай тоже клубничку. Богдан, мне треба гузить таблицу. Клубнику по тарелце таблицу. Набейте таблицу. Сейчас буду кашу варить. Буду варить гречку с кукурузной крупой. Только молока нету никакого, ни козьего, ни коровьего. Вот, в общем, ставлю кашу варить. И буду укладывать Богдана.